Счастья, головокружительного успеха и невероятного процветания всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Дмитрий, и ежедневно, ежеминутно, ежесекунда становимся лучше, вынослив, здоровее и идем к успеху своей мечты, несмотря ни на что. Сегодня я назвал тему просто сложности, возможности. Сейчас, как всегда, зарядка и максимально зажгем. Поехали! Пятница, друзья, это пятница. Мы максимально уже готовы к выходным, готовы зажигать какие-то итоги. А сейчас еще конец месяца. Подводим суперские итоги. Чувствую, что каждый из вас в этом месяце что-то такое сделан невероятное, уверена в 100%. Какой-то план может закрыли, что-то может произошло в вашей жизни. Концентрируйтесь на этом, на победе, на то, что уже было сделано, и кому вы за это благодарны. И что вы чувствуете? Вот сконцентрируйтесь на этом чувстве на секундочку буквально и попробуйте его удержать. А я вам сейчас покажу красоту природы. А вон два поселка. Что вы чувствуете? Такое классное ощущение. Надо его максимально постараться удержать в себе, в своем сердце. Оно уже станет больше. Оно станет больше, если мы это будем чаще испытывать. Чувство победы. Чувство невероятного успеха, которого, которого, может быть, еще и нету, но который хотелось бы иметь. Так прочувствуйте здесь и сейчас. Как бы это было здорово, если бы больше было. Супер. Ну что, давайте. Сложности, возможности. Тема классная, я назвал ее, классно. Не знаю, просто в голове. Сегодня вот просто выбегали, ну уже я знаю, о чем я буду говорить. Выбегаю, бегу и думаю, ну как это же назвать, о чем я хочу повествовать. Как это назвать? Бегу и вот такая вот, бум такой. Запрос был в мозг подан, да, как назвать. И вот началось повторяться, повторяться у меня в голове вот это название. Все не случайно, все происходит не случайно. Поэтому это, как я сказал, сложности, возможности. У нас на пути постоянно возникают какие-то сложности. Сложности, сложности, сложности. Что это за сложности? Зачем они нам вообще, зачем они нам даются? Для чего? Ни почему, ни за что. А для чего? Сразу меняем направление вопроса. Для нашего роста. Любая сложность, любая сложность нам дается, чтобы мы стали лучше, чтобы мы росли, чтобы мы набирались опыта. Вот сегодня меня прям максимально с утра отвлекли. Пришел скрин, где клиент просто был разочарован максимально. Максимально недоволен. Вот. У нас есть дополнительный звук профильного художника. И в некоторых случаях по желанию клиента мы отдаем. Это имитация московской масляной живописи, где художник уже наносит свою красоту. Самоответственно, по готовой работе. Вот. И в данный момент, вот, никто ничего не думал. Я отвез подарок. Ну, это на подарок. Вот. Клиент там посмотрел, посмотрел. Посмотрел сблизи, поворачивал, типа все. Забрал, все нормально. А сегодня стал недоволен. Какие варианты, вот, сразу вот, если бы у вас было что-то, какой-то там продукт, что-то вот. И вам пишет клиент, что он очень сильно недоволен. И максимально разочарован, и никому не будет, а, типа супер антиреклама обеспечить нам. Сделай все, чтобы у нас никто ничего не заказывал. Очень, короче, все по полной. Ну, вот. Какие варианты тут есть? Я сразу менеджеру отписал, как нужно ответить, грамотно ответить. Потому что, по сути, мы, наша цель сделать людей счастливее. Через наши картины паркеты. Вот. И мы делаем все возможное, чтобы человек был, получил радость от события, да, от картины, да. И постоянно смотрел на нее, и это чувство у него появлялось. Соответственно, если он недоволен работой, что происходит? Он будет смотреть на картину, ну, и постоянно этот недовольство культивировать. А что дальше будет? А дальше-то недовольство будет в нем еще больше таких ситуаций возникать. Просто притягивает те ситуации, которые постоянно будут опять снова вызывать недовольство. И это будет гуд? Нет, конечно, это будет не гуд. Поэтому наша задача была максимально лояльно отнестись к этой ситуации и предложить варианты событий, при которых клиент стал бы доволен. Какие это варианты? То есть художник где-то что-то в примере, который вы показывали, как будет выглядеть клиенту изначально. Она согласна была, но художник об этом не знал, что нужно сделать именно так, и он сделал по-своему. Вот, поэтому, поэтому просто нужно заработать. Нужно дополнительно поработать на ситуации, на этой картины. Вот, и все. Поэтому мы и объяснили клиенту. Все. Решение вопроса моментальное. Но тут важно не само решение вопроса, а отношение, наше отношение вот к такой ситуации. Это сложность, это трудность, это сложность. И в некоторых случаях, о, тебя там, типа ты все, что ты там сделал, там, 15 лет старался, все это там на смарку. Ну вот. Если будет такая реакция, она не будет прямо сейчас у тебя. Она не будет тебе давать роста, придавать опыта не будет. Ах, аж, непонятно где. Вот, она будет тебя деградировать. Поэтому очень важно, очень важно. Особенно первое, первое время, когда у тебя возникает, у меня как, как что у меня сразу было? У меня реально сразу, я остановился на том, что у меня возникло чувство страха. Реальное чувство страха. Блин, как я уже давно его не стыла, как это классно. Я начал максимально анализировать, начал прибавлять, начал, короче, анализ включать, пытаться ощутить вот это событие, событие с, как же я и говорю, да, там, прошло через 5 лет прошла ситуация уже, через 10 лет. Ну, что, ну, или же, допустим, со стороны посмотреть, или же, там, значит, ощутить, 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 что мы такие маленькие, и наши проблемы вообще крошечные по сравнению со всей Вселенной. Вот это вот все, вот эта вся практика, она работает. Да, и она сработала в этот рак, как обычно. Мне сразу стало легче, страх сразу ушел, и как только страх уходит, сразу, ну, даже не как только страх уходит, а когда ты включаешь логику, страх уходит. Я включил логику, вот, я включил логику, и страх сразу ушел. И началась работа уже над решением, решением. Мост начал думать, как решить эту задачу. Не как там побояться дальше, как там, значит, попугаться и так далее. А Мост начал работать над решением задачи. Поэтому и сложности, для чего нам идут сложности? Сложности – это возможности, прямо название темы. Возможность стать лучше, возможно, браться опыта, возможность обойти эту ситуацию, какие-то варианты предложить. Там вообще было разрушение, ну, разруление в нескольких способах. Там вообще было три, по-моему, решения. Вот. И каждое из решений по-своему, как бы, норм можно применить. Ну, здесь нужно учитывать тоже наши максимальные, то есть, чтобы, ну, и у нас больших затрат не было, потому что все-таки это все оплачивается. Вот. И максимально оптимальный вариант. Все, вопрос решен. Вопрос решен. Опыт набран. То есть, теперь, значит, и теперь, опять-таки, все суть к тому, что нужно максимально тщательно смотреть пожелания, учитывать все пожелания. То есть, если он так хочет, да, вот так, вот все. И это прямо вот всем говорит, чтобы все это знали, что хочет клиент. Потому что процесс изготовления, он не только, допустим, в принятии заказа, он еще в отрисовке, он еще там в изготовлении самых материалов, да. Он еще художник, и все они участвуют по-своему. И каждый видит по-своему, каждый делает по-своему. Вот. И кто-то не учел пожелания клиента, и все. В этом случае, конечно же, нужно будет дорабатывать. Вот. Поэтому каждая сложность дает возможность. Для роста дает возможность стать лучше, стать успешнее. На ошибках же учиться. А любая ошибка – это рост. Это стимул для роста. Нужно просто брать и использовать. Это суперская возможность. Это уникальная возможность. Так что, если у вас появляются ситуации, где вы думаете, что вот проблема ужасная, вся здесь, весь мир в проблемах, день в день, все хуже и хуже, и так далее, посмотрите на это с другой стороны. Весь мир полон возможностей. Полон возможностей. И каждую проблему, в каждой проблеме мы видим возможность. Вот с этой стороны посмотреть. Возможность стать лучше, возможность перебороть самого себя, возможность получить огромнейший опыт и его в будущем использовать – это просто уникально. Поэтому никаких нет проблем. Есть задачи, есть возможности. Возможность решить задачу так, чтобы все были счастливы. И чтобы это счастье культивировалось и умножалось в других. Поэтому, друзья, будьте счастливы сегодня и всегда, и максимально, максимально только вперед, несмотря ни на что. Все, я побежал. Пока-пока.